Добрый вечер! На канале БУК-ТВ большие итоговые новости. В студии Полина Сусько. Неделя позади – самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели – самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. Женщины Бреста покоряют любые вершины. С замечательным весенним праздником поздравил представительниц прекрасной половины человечества, председатель Брестского, горосполкома Александр Рогачук. 50 лет в почетном карауле у вечного огня Брестской крепости. Миротворческое движение продолжает жить и сегодня на посту мальчики и девочки из школ, гимназий и лицеев Бреста. Всего за годы существования поста вахту памяти в цитадели несли более 90 тысяч школьников. Вопреки всему, они борются, сопротивляются и живут. О наркотиках, наркоманах и ВИЧ-инфицированных открыто и откровенно. Александр Богданович о людях с зависимостью вопреки расхожему мнению о них. Незабываемый вернисаж, женское начало через удивительные произведения изобразительного искусства. Созвучие весны и красоты, живую и вечную музыку представила шоу, костюмированная художественная выставка «Театр красок». В эфире программа «Итоги недели» и мы начинаем. В эти дни, когда наступают пробуждения природы и в воздухе чувствуется дыхание весны, в самых прекрасных и нежных, в самых умных и преданных, наполняющих мир любовью, женщин во всем мире поздравляют с праздником весны и красоты. Социальная, экономическая, культурная, медицинская и образовательная – ни одна сфера немыслима без присутствия женских рук. Их тепла и таланта, и даже в самых мужских отраслях, женщины служат вдохновением и украшением всего коллектива, олицетворяя с собой мир, терпение, красоту и любовь. В Брестском городском исполнительном комитете прошел традиционный ежегодный прием, приуроченный к 8 марта. Лучших брещанок встречали цветами, подарками и теплыми словами. 25 изысканных нежных букетов – знак внимания каждой прекрасной даме. Но самым ценным подарком к 8 марта стало само приглашение на этот торжественный прием. В Бресте представительницы прекрасного пола составляют большую часть населения. Но их преобладание на руководящих позициях объясняется совсем не этим, а наличием ценных и неоспоримых лидерских качеств. 21 год был достаточно успешным для нашего города Бреста. И вот анализируя основные наши достижения, я пришел к выводу, что, как правило, везде руководители женщин и тех отраслей, где мы достигли успехов. И это очень здорово, потому что только в строительной отрасли у нас женщин меньше, чем мужчин. Во всех других основных отраслях города доминируют наши замечательные брещанки и, по-моему, делают это достаточно успешно. Поэтому в преддверии такого замечательного, красивого праздника я здесь преследую две цели, встречаясь с женским активом. Первый, конечно, это поздравить и в их лице поздравить всех наших брещанок с праздником. Ну и дальше вторая причина – мобилизовать их на дальнейшие успехи социально-экономического развития. И действительно, в развитии и процветании своей сферы, будь то образование, здравоохранение, культура, банковское или коммерческое дело, каждая из этих женщин внесла весомый вклад и посвятила ей значительный отрезок своей жизни. Только благодаря упорному труду и беззаветной преданности любимому делу у каждой из них своя, а порой и не одна покоренная вершина. Женщины нашего города чувствуют, что их ценят и любят, а потому отвечают взаимностью. Я как медик, мы оценили то, что ценят не только женщин, но и горожан, ценят здоровье наших горожан. Это администрация нашего города, области, администрация страны, глава государства. Мы чувствовали эту поддержку все это время. Для меня было, на самом деле, достаточно удивительно оказаться здесь, на этом приеме. Я была, скажем так, приятно удивлена или даже поражена. Приходит весна, приходит весна, солнечная, яркая, красивая. И эта весна пришла, и эта весна пришла, на самом деле, для женщин, которые участвовали сегодня в торжественном приеме, с этим приемом. Потому что каждая женщина услышала свой адр замечательные слова, каждая получила, скажем, позитив, заряд. И, конечно, каждая же на своем рабочем месте передаст это дальше. То есть, вот такой вот весенний солнечный свет, он пойдет дальше. Стоит отметить, что помимо семейных забот, нагрузки по месту работы, эти женщины несут еще и важную социальную и просветительскую миссию. Встречаются с молодежью, являются меценатами, продвигают культурные проекты, занимаются благотворительностью. Объединяет их в этом самая инициативная и деятельная организация «Белорусский союз женщин». Брестская городская организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» поздравляет вас всех, женщины города Бреста, с таким весенним праздником. Самое главное пожелание – это нам мира, о котором мы говорим, что был мир в семье, мир на родине, мир в других странах. Потому что женщина – это оплот всего. Несмотря на немалое количество приглашенных, всем представительницам прекрасного пола на торжественном приеме было уделено должное внимание. Ведь никто не отменял Международный женский день как отличный повод вспомнить все заслуги и подчеркнуть значимость каждой из женщин. Милые и дорогие женщины города Бреста от имени городского исполнительного комитета, но, скорее всего, от имени всех мужчин города Бреста, поздравляю вас с этим замечательным днем, днем 8 марта. Думаю, что какие бы новые праздники у нас ни появлялись, влюбленных, прочих, все равно 8 марта остается 8 марта. И в этот день мы как никогда благодарны нашим замечательным брещанкам за то, что они есть, за то, что они находят себя в роли бабушек, прабабушек, мам, дочерей, спутниц по жизни. И я не сомневаюсь, что брещанки лучше, потому что у них получается все – двигать город вперед, двигать экономику вперед и оставаться такими красивыми, неповторимыми и обаятельными. Сегодня тяжелое время, непростое время, я так скажу, и как никогда мы нуждаемся в женской мудрости, в женском спокойствии, чтобы эти ответственные для нашей страны, для наших судьб дни были наполнены теплотой, красотой, любовью, то есть всем тем, что дарят нам наши любимые женщины. С праздником вас, дорогие брещанки! Всего вам самого наилучшего! Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Итоги недели. Если встал бы вопрос, какая пора года женщина, ответ был бы очевиден – весна. И именно поэтому во всем мире отмечают женский день весной. После темной и холодной зимы приходит теплая и нежная пора, которая приносит с собой радость для души и сердца. И именно 8 марта прекрасные дамы слышат в свой адрес очень много слов любви, признаний, откровений. Это очень приятно всем – женщинам, учителям и кондитерам, водителям и врачам, бизнесвумен и женщинам-военным. Они тушат пожары, следят за правопорядком в городе, защищают границы. В этом убедился Александр Богданович, побывав на мероприятии чествования прекрасных дам в Брестской таможне. В Брестскую таможню пришла весна, а это значит, пришла пора поздравлять милых дам. В преддверии Международного женского дня 44 сотрудницам вручили юбилейные медали за усердие, которые они проявляют по службе. С поздравительным словом к представительницам прекрасного пола обратился начальник Брестской таможни Сергей Якута. От себя лично и от крепкого мужского коллектива таможни поздравляю всех женщин с этим ярким, добрым, светлым праздником 8 марта. Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, мира, добра, тепла, спокойствия и уверенности завтрашних дней. Маленькую дочку одной из сотрудниц коллектив также наградил ценным подарком. Девочка тоже не осталась в стороне и нарисовала картину, которая теперь будет украшать стену административного здания Брестской таможни. Брестская таможня меня наградила ценным подарком. Я очень горжусь, что моя мама работает в таможенных органах. А в честь праздника 8 марта я нарисовала картину «Весенние цветы» и хочу ее подарить женскому коллективу таможни. Для многих сотрудников медаль 30 лет таможенным органам Республики Беларусь не единственная, так как за определенный период службы они смогли добиться высоких результатов. Но тем не менее они понимают, что каждая награда – это признание их огромного труда и вклада в развитие таможенных органов. Данная награда займет почетное место среди иных имеющихся у меня наград. Мне очень приятно, что в этот весенний солнечный день мой вклад в борьбу с экономической преступностью оценен, так как таможенные органы являются правоохранительными органами и выполняют данную задачу. А Брестская таможня в данном случае играет ключевую роль. Еще во время Великой Отечественной войны девушки массово шли служить не только в тыл, но и на передовую. Всего на фронте в разное время сражалось от 600 тысяч до 1 миллиона женщин. И сегодня девушки в погонах стоят на страже нашей Родины. Поэтому в Брестской таможне такое трепетное отношение к сотрудницам прекрасного пола. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите еженедельную программу «Итоги недели». Говорим о важном. Вот уже 50 лет старшеклассники школ, гимназии и лицеев областного центра несут вахту памяти в честь героев, павших на полях сражений в годы войны за нашу независимость и свободу. Вахта памяти – это городской центр военно-патриотического воспитания, где подростки не просто прикасаются, а окунаются в свою историю, историю войны и мира своих героических предков. Людей, которые без сожалений отдали свои жизни ради всего народа и будущих поколений в том числе. Пост номер один – это демонстрация всему миру, что мы, брещане, помнили, помним и будем помнить. Накануне в Брестской крепости «Герой» на площади церемониалов состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 50-летию поста памяти. Страница истории вахты памяти пролистает Анастасия Мелешкевич. В 1972 году в легендарной цитадели появился пост памяти, а в День Победы брестские школьники впервые заступили на вахту у Вечного огня. Пост памяти – это то место, где юноши и девушки, юноармейцы несут вахту, готовятся к выходу, занимаются бытовыми приготовлениями, глубоко изучают историю, получают азы военной службы, строевой, физической, огневой и медицинской подготовки. Здесь же находится музейная комната «Мальчишки бессмертного Бреста». Справа от входа – бюст Дмитрию Карбышу. Все очень строго, как в армии. Чувствуется дисциплина и выправка. Выполняйте приказ. Есть. Смена прав. Гол. За мной шагом. Марш. Смена. Боль. 50 лет каждый день в дождь и снег ребята у Вечного огня непрерывно несут вахту. За полувековую историю на пост номер один заступило более 98 тысяч юноармейцев. Кто-то сейчас живет в Бресте, кто-то в другом месте. Но заряд любви к родине, который был заложен в юности, помогает бывшим и нынешним юноармейцам найти себя и выбрать правильный путь в жизни. Находясь на посту, вы мысленно вспоминаете о прочитанном, увиденном в фильмах документальных и художественных, о том, как наш народ сражался в годы Великой Отечественной войны. Через пост памяти прошло почти 100 тысяч брещан. Это не только традиция учебных заведений. Эта традиция стала уже, наверное, семейной. Стояли на посту памяти у Вечного огня. Мамы ваши, папы, возможно, уже и дедушки. И сегодня ваш черед – нести эту священную вахту. На священной земле Брестской крепости собрались потомки тех, кто отстоял мир и независимость нашей Родины, чтобы еще раз подтвердить, что память не подвластна времени, чтобы прикоснуться к героическому прошлому народу. Около полутора тысяч учащихся из 42 мемориальных отрядов школы-гимназии города, их педагоги и руководство города и области собрались на площади церемониалов. Участники митинга возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших защитников минутой молчания. И я сегодня хочу выразить всем собравшимся огромное спасибо за ту работу, которая была проведена за этот отрезок времени по патриотическому воспитанию нашего поколения и молодого. Почему? Потому что через пост памяти прошло уже более 98 тысяч брещан. Пост памяти уже долгое время находится под руководством ответственного, любящего и знающего свое дело человека Игоря Чекалова. Начальника штаба по стоп памяти Брестской крепости герой наградили грамоты за высокий профессионализм и за то самое правильное патриотическое образование нашей молодежи, которое подкрепляется делами. Игорь Чекалов на своем примере учил и учит юноармейцев быть настоящими защитниками своей родины. Я почувствовал, что что-то мы делаем действительно правильно и вкладываем им в душу то, что они все-таки с любовью относятся к своему отечеству, к своей родине, к Брестской крепости. Ну и при любых ситуациях, что сейчас молодежь говорят, что они вот смартфоны там, все это компьютеры и так далее, но все равно где-то в душе наш славянский код у них все равно ничем не вышит. Пост памяти по большому счету это маленькая армия. Как недельная служба настолько все четко, серьезно и ответственно. Сегодня без поста под номером один невозможно представить себе современный город Брест и историю Брестской крепости. Для меня, как и для других юноармейцев нашего города, это очень почетно – нести вахту памяти у Вечного огня Брестской крепости Герой. И, конечно, заступая на пост, я чувствую невероятную гордость за то, что я брещанка, и мне выпала такая возможность нести вахту памяти. За четыре раза, что я заступал, я понял для себя, что почетный караул – это не просто место, чтобы для галочки постоять у огня и уйти. Это настоящее место для проверки твоей выдержки, твоей дисциплинарности и ответственности. И самого лучшего результата получается добиться, только когда весь коллектив действует как одно целое – сплоченно и дружно. В священном месте Брестская крепость Герой нужно жить, учиться и трудиться. Так, чтобы вечный огонь памяти горел в наших сердцах и сердцах будущих поколений, как знак великой благодарности всем, кто отстоял мир на нашей земле. Употребление наркотических веществ вызывает психические и физические расстройства, искажение мировоззрения, изменение личности, тяжелое заболевание органов и систем организма. У кого ни спроси, все об этом знают. Но, тем не менее, наркоманов меньше не становится. Но есть еще одна проблема, которую несет наркотическая зависимость – это заражение ВИЧ-спидом. По глобальной статистике, в прошлом году получали антиретровирусную терапию из-за заражения ВИЧ-инфекцией 28 миллионов 200 тысяч человек. Число живущих людей с таким заболеванием по всему миру насчитывает 45 миллионов человек. А число умерших с начала эпидемии насчитывает более 36 миллионов. Страшные, шокирующие факты. Ведь за каждой цифрой человеческая жизнь. Как остановить это? Есть ли выход? Как помочь? Ответы на эти вопросы искал корреспондент Александр Богданович. В интернете много информации о вреде наркотиков, но она вся однообразна. Ее можно сравнить с надписями на пачке сигарет. Все знают, что наркотики убивают, но некоторые все равно продолжают употреблять. По словам врачей, избавиться от зависимости теоретически можно, но для этого нужна огромная сила воли. Но что делать тем, кто безвозвратно пристрастился к смерти? Кабинет заместительной терапии находится в городе Бресте по улице Красногвардейская. Здесь пристрастившимся к наркотикам людям врачи оказывают всестороннюю помощь и поддержку. Ведь очень тяжело отказаться от пагубной привычки в одиночку. Особенно, когда рядом нет человека, который может сказать вовремя «стоп». Они не могут физически, это очень сильное состояние отмены, это потливость, это ломота в теле, в суставах, в мышцах, это полное нарушение сна, очень тяжелое расстройство сна. Не уснуть, не заснуть, потом не проснуться нормально, это чрезмерное потоотделение. Рина течения, слеза течения. Пациент просто физически не может жить, его всего ломает, ему нужно для того, чтобы иметь возможность выйти из этого состояния, ему нужна поддерживающая терапия, для этого и существует кабинет. Не всем и не всегда удается найти общий язык с наркоманом, именно поэтому так важно, чтобы с таким человеком работал специалист. Это сложный контингент пациентов. Их трудно воспринимать как нормальных, здоровых, обычных людей, потому что, во-первых, у них у всех очень специфический разговор. Для того, чтобы уметь с ними разговаривать, нужно прям знать все организмы и чуть ли не ту речь, на которой общаются в тюрьме. Это достаточно трудно. С пациентами трудно выстраивать доверительные отношения, а важно, чтобы были именно они. Потому что, чем больше строгих рамок, туда не ходи, сюда не ходи, это не делай, тем больше косяков. Правда. И это реальные косяки, то есть это даже не нарушения, это косяки. Это сопутствующее употребление, это пьяные на программе, это госпитализация в связи с передозом и прочее, прочее, прочее. Помочь справиться с наркозависимостью можно не всем, но зато есть возможность предложить другой выход. Так называемая заместительная терапия. Это когда наркозависимому врач предлагает дозу наркотического вещества в сутки. Но это не тот смертельный яд, который продают на улицах. Это чистая формула, которая минимизирует побочные эффекты. То, что пациенты имеют, к чему имеют доступ на улице, это все уличные наркотики. И, как правило, среди наших пациентов чаще всего фигурируют метадон, мефедрон и прочие смеси, химические, различные. Говорить об их чистоте не может вообще никто, даже те, кто их делает. Говорить о возможных побочных эффектах, которые будут, не может никто. Говорить об эффекте обезболивания не может никто. В нашем кабинете препараты чистые. Их два. Метадон в виде сиропа и попринорфин в виде сублиновальных таблеток подъязычных. Пациенты получают определенную дозировку, которая контролируется мной, врачом. И основывается, назначение делается, исходя из их соматического состояния, из их жалоб. Иногда бывает такое, что к дозировке они привыкают, но нужно чуть больше. То есть мы можем чуть ли не ежедневно менять дозировку в зависимости от состояния пациента предъявляемых жалоб. Они приходят в кабинет каждый день, выходные, праздники всегда, каждый день, утром, выпивают свою дозировку. У них наступает эффект обезболивания. У кого-то, кто-то описывает это как легкую эйфорию. Они получают, как инсулин, заместительная терапия. Им без этого достаточно трудно жить. Они получили свою нужную дозировку и пошли дальше заниматься своей жизнью. Для многих наркозависимых это единственный способ вернуться к нормальной жизни. Благодаря такой заместительной терапии пациенты могут полноценно работать, заниматься спортом, вести совершенно обычный образ жизни. Перенимая препарат, наркозависимые воспринимают его как лекарство, что позволяет создать ощущение, что они лечатся. Наша героиня, назовем ее условно Наталья, пристрастилась к наркотикам еще в начале 2000-х и не понаслышке знает, что такое зависимость и готова рассказать съемочной группе Бук ТВ о том, что ей пришлось пережить. Мой муж кололся до свадьбы 10 лет. Я просто тогда не понимала, что это такая проблема. Никто не знал. У нас же наркотиков не было с проституцией, правильно? И никто ничего не знал. Поэтому, если бы сейчас, я бы никогда в жизни замуж не вышла от наркомана, то есть, и, может быть, жила бы иначе, а так. Также Наталья поделилась с тем, насколько ей помогает чистый наркотик метадон, который принимает наркозависимое в качестве заместительной терапии. Мне легко еще, как бы, вот с метадоном. Я вообще смотрю очень спокойно на мак и на наркоманов, мне все равно. Тяжело с синтетическим отказаться. Вот им тяжело, но они очень умирают быстро, потому что вот, ну, крыша съезжает у них. То есть, им тяжело. А вот кто, вот, как маковый наркоман, допустим, как я, то легко. Я там, может, месяца два покололась еще, пока походила. Вот. А потом все уже, ну, как бы, я уже хожу восьмой год. И нормально у меня все. По словам Натальи, в прошлом она мастер спорта по спортивной гимнастике и строила большие планы на будущее, мечтала о карьере. Но в один прекрасный момент попала в аварию. Машина, в которую она ехала, вместе с родителями упала с моста. О планах о спортивной карьере можно было забыть. И все мечты разрушились. Появилась зависимость. Сейчас ей уже 50 лет. И 20 из них она находится в плену наркотиков. Прогресс есть? То есть, у вас получается бросить? Да, у меня уже получилось. Но я с места давно не собираюсь. Я тебя буду до смерти убить. Я, говорят, что уже на руки выдают. Я даже на руки брать не буду, потому что я себе не верю. Получается, что это единственный выход для таких людей. Когда-то оступившись, оказавшись на грани, они потеряли надежду на нормальную жизнь. Но благодаря психологам и врачам наркологического диспансера у них теперь есть надежда. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ. Семинар «Культура безопасности и личный фактор в охране труда» прошел в городе Надбугом. В эпоху новых технологий и сложных производственных систем предприятия, работающие в разных сферах индустрии, сталкиваются с новыми задачами в области создания и поддержания здоровых и безопасных условий труда. Темы, затронутые на семинаре, наиболее важные и актуальные для обсуждения. Об уровне производственного травматизма, организации и осуществлении производственного контроля, обзор изменений в законодательстве об охране труда и практика применения. Данная конференция проходила не для профилактики, а для предотвращения несчастных случаев на производстве, которые, к сожалению, происходят довольно часто, и именно из-за нарушений техники безопасности. Продолжение темы в следующем материале. Семинар «Культура безопасности и личный фактор в охране труда» в городе над Бугом проходит уже не в первый раз. Тема для обсуждения, как всегда, актуальна – травматизм на производстве. Учитывая, что по Брестской области за последние три месяца уже зафиксировано шесть смертельных случаев, тогда как за тот же период прошлого года погибло два человека. В Бресте за 2021 год зафиксировано 28 ситуаций, когда работники получали травмы на производстве и только пять из них по вине нанимателя. Поэтому далеко не всегда виноват инструмент или аппарат. Часто фактором чрезвычайных происшествий на работе являются люди. К примеру, недавний случай на одном из предприятий Бреста. «Падение стрелы при монтаже крана, значит, стрелового самоходного, нужно было поменять канаты, значит, и при выемке этой стрелы из коренной секции оборвались стропы, значит, и этой стрелой, которую демонтировали, придавило стропольщика. Если бы люди вместо багров использовали там другие приспособления, этого всего можно было избежать. Нужно было просто им расстояние метр-полтора от той конструкции, которая упала на этого пострадавшего. Все это возможно было в тех условиях, в которых они работали. Но они проигнорировали эти сведения, выбрали более простой способ, как им показалось, и более доступный. И вот это привело к смертельному случаю». Охрану труда в Бресте – тема приоритетная. Инспекторы на постоянной основе проводят мониторинги на предприятиях и в организациях, курируя, проверяя, советуя. Но, несмотря на все предпринимаемые меры, специалисты отмечают, с 2019 года – рост производственного травматизма. А потому семинары по охране труда, начиная с 2021 года, проводятся раз в три месяца, что позволяет достучаться до каждого работника и снизить количество несчастных случаев. «Проанализировали, что 15 человек, которые получили травмы в прошлом году, это люди в возрасте от 40 до 57 лет. То есть это люди, имеющие большой опыт работы, профессионалы. И поэтому тот факт, что у нас травматизм растет, и именно личная неосторожность говорит о том, на некоторых организациях, предприятиях, именно усилить личную ответственность и исполнительскую дисциплину на рабочих местах». Одна из самых распространенных причин травматизма на рабочем месте – алкоголь. Некоторым людям не чуждо выпить спиртосодержащую жидкость перед тем, как забраться на высоковольтную вышку, чтобы работать с электричеством. Да и вообще вряд ли в таком состоянии можно выполнить хоть какую-то поставленную задачу. И как ни странно, люди рискуют, и ни страх увольнения, ни смерти их не пугает. «В прошлом году имели за это же время два смертельных, в этом году уже шесть. И проанализировав в нашем областном объединении профсоюзов причины этих несчастных случаев, но следствие еще не закончилось, естественно, мы пришли к выводу, что в четырех из них вполне виноваты сами или работники, или же организация охраны труда на предприятии. Потому что два остальных случая – это ДТП, а в двух случаях смерть наступила в результате, может быть, даже в результате алкогольной пении, потому что у пострадавших в крови был обнаружен алкоголь. Они штрафуют, уголовные дела открываются, но думают, на русский авось, может, пронесет, поэтому не применяя средства защиты. Также и организация, естественно, охраны труда на предприятии, как работают инженераты по охране труда, как работают общественные инспекторы, как они ежедневно или же месячно, как они относятся к своему делу. Все зависит от личностных факторов». Каждый из представителей комиссии, чиновники, курирующие охрану труда, отметили, что такие мероприятия в городе Надбугом будут проводиться и дальше. Александр Богданович, Андрей Щербай, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ. Весна вобрала в себя все самое лучшее. Березу бездонного неба, свежесть чистого воздуха, возрождение и обновление природы. Неудивительно, что именно в это время к нам приходит один из самых популярных и любимых во всем мире праздников – Международный женский день. «А кто, как не женщины, способны тонко чувствовать и пропускать через себя самое прекрасное, что может создать человек?» Клуб народного творчества «Наследие», Белорусская ассоциация творческих людей и Брестский академический театр драмы объединились, чтобы подарить девушкам и женщинам незабываемый вернисаж искусства под названием «Театр красок». В потрясающий мир весны, любви и творчества окунулась и наш корреспондент Людмила Логодич. Во все времена эпохи женщины оставалась загадкой, которую пытались разгадать с тех самых пор, как существует само человечество. Ценители прекрасного поэта, писатели, музыканты и художники стремились постичь ее красоту и тайну. Женское начало через удивительное произведение изобразительного искусства, живую вечную музыку, созвучие весны и красоты представила потрясающее шоу, костюмированная художественная выставка «Театр красок», которая открылась 4 марта в Брестском академическом театре драмы. Весна, как известно, это начало жизни, и все кругом пробуждается. А женщина, это женщина у нас по своей сути есть жизнь. Женщина и дает жизнь каждому существу, которое и находится на этой планете. Поэтому праздник замечательный. Вот и у творческих наших людей возникла хорошая такая идея поработать и подготовить вот эту выставку, подарок всем нашим женщинам. Дорогие женщины, поздравляем вас с прекрасным праздником, праздником весны. Сегодня ваш день. Мы очень рады, что вы у нас есть. Благодаря вам у нас появляются стилы, появляются стимулы, появляются вдохновения, ради чего мы живем, ради чего творим. В нашем театре такой проект впервые. Два вида искусства в нашем театре объединились в такую неземную красоту, красоту, которая дарит искусство живописи, и театральное искусство. И мы подарим сегодня в прекрасном, в преддверии праздника женщин, такую красоту всем нашим зрителям. Зрители могли насладиться удивительным талантом 28 художников, а также ремесленников. На открытии вернисажа гостей удивляли невероятные пейзажи, портреты и цветочные композиции. А всего 78 прекрасных полотен, пять из которых принадлежат представителям Международного Евразийского Содружества. Каждая выставка, которая посвящена женщине, любви и красоте, она всегда вдохновляет, всегда радует и греет наши сердца. Очень приятно, что организация Брест сейчас делает такие выставки, которые позволяют людям почувствовать себя как на балу, как на настоящем празднике, в красивом освещении, что-то необычное, интересное. Свой интересный, удивительный, богатый внутренний мир художники перенесли на картины, в каждой из которых скрывалась какая-то тайна. Невозможно было оторвать взгляд от яркого полотна мастера живописи Тигра Наджаводяна. Под пышными розами художник скрыл невидимый зрителю первый слой, где изображена принцесса Александра Жозефина Люксембургская. А свой изумительный автопортрет, в котором 12 тончайших оттенков, от белоснежного до угольно-черного, Анна Ковалева не писала, а вышивала два года. Это была фотография старая черно-белая, еще очень интересная, мне она очень нравилась. Вот я решила попробовать сделать теперь такой портрет уже в технике вышивки крестом. Хоть он и черно-белый, но все равно он такой очень теплый, весенний, когда в принципе все расцветает, все цветет, и хочется как-то уже тепла, радости, солнца и счастья. Эта картина называется «После дождя». Это такие фантазийные цветы, которые, скажем так, в каплях росы после дождя находятся. И вот именно техника работы со смолой позволила сделать именно вот этот эффект мерцания. Посетители имели возможность не только созерцать прекрасное, но и поучаствовать в совместном создании шедевра изобразительного искусства. Кроме того, состоялся розыгрыш авторских произведений и билетов на театральные постановки. Подарок прекрасным дамам удался, а изумительные произведения искусства будут радовать зрителей до 4 апреля. Песня «После дождя» «После дождя» Людмила Лагодич, Дарр Бакунович, Юрий Льмонтович и Тольги недели Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Таким их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Полина Сусько, прощаюсь с вами. Мира и стабильности, спокойствия и здоровья вам и вашим семьям. И новости в домах пусть будут только добрыми. Субтитры создавал DimaTorzok